Мероприятие к Дню памяти людей, умерших от СПИДа, состоялось в Брестском городском парке культуры и отдыха. Здесь собрались заинтересованные граждане областного центра, до которых это памятное мероприятие – особенный день. В информационной кампании приняли участие волонтеры Брестской городской организации Белорусского общества Красного Креста, у которых своя цель – привлечь внимание и повысить уровень несведомленности населения о существующей проблеме. У нас работает в парке информационная точка, где ребята, волонтеры, подготовленные по этой теме, рассказывают о путях передачи, о мерах предосторожности заражения ВИЧ-спидом. Также они приглашают посетителей парка пройти анонимное тестирование на ВИЧ. Сегодня наша задача была проинформировать людей, как предупредить эту болезнь, меры профилактики, меры заражения и так далее. То есть стараемся помогать людям. Далее у нас идут работы с инвалидами. Это первое и второе число с детьми-инвалидами. Тоже будет проводиться очень много интересных работ. Символично, что в ходе акции под девизом «Парус надежды» неравнодушные брещане пустили на воду кораблики, как знак вечной жизни, как напоминание, что сегодня проблема ВИЧ-инфекции все так же остается злободневной. В Брестской области статистика как бы стабилизировала заболеваемость. Мы за прошлый год имели 173 случаев ВИЧ-инфекции. Рост был на 3% небольшой. Но у нас проблемная территория – это город Пинск, 876 случаев заболевших. Выступление специалистов, добровольное экспресс-тестирование на ВИЧ, музыкально-драматические номера – все это увидели и приняли в них участие собравшиеся. Ведь СПИД не имеет ни возрастных, ни социальных, ни профессиональных границ, а выбор остается за людьми, в частности за молодежью, поддерживать правильную и безопасную модель поведения или нет. Здоровье будущего поколения в руках тех, кто живет сегодня. Продолжение следует...